Девчоночки, мальчишки, доброе утро! Как мне нравятся эти очки! Знаете, скрашивает образ, можно так сказать. Бывает, такую вещь украшает, вот она украшает. Смотрите, еду я сейчас, я очень рано встала, в 7.35. У нас сегодня начинается новый седьмой каталог. У меня появилась куча вообще идей по поводу работы. Прям таких обалденных идей, на мой взгляд, крутых. И сейчас я еду, у меня мама сделала окрошку с утра. Мне нужно заехать купить квас. А потом заказала я ей бутерброд, такие с шпрот. Знаете, такие в детстве были советские бутерброды с чесночком, со шпротинкой. Со шпротами, с чесноком. Ну, поняли, да? И что еще, что еще. И забрать заказ очередной с Валберис. Заказов куча. На улице вообще дуба, вы просто не представляете. Но очень холодно. Села я, кстати, за Матиз. Еду в Матизе. Немножко хочу покататься, чтобы накатать себе километраж. Потому что я уже немножко подзабыла, как водить на Матизе, на механике. Поэтому, собственно говоря, для этого и делаю. Заеду в три места. И вот как раз набью руки и ноги, чтобы ноги вспомнили. Как-то так. У меня сейчас произошла неприятная история на Валберис. Сейчас расскажу на всякий случай для тех, кто тоже делает там постоянно заказы. И может то же самое у вас получится. Там пробыла на Валберис, фиг знает сколько. Короче, я прихожу, забираю заказ. В заказе у меня должны быть килограммовые упаковки орехов, ореховой смеси. Вот. Потом, ну, такая килограммовая упаковка, прям ореховой смеси. Потом упаковка килограммовый урбич из амаранта. 13 декабря, кстати, сделан. Из амаранта белого. Одна упаковка должна быть. И орехи макадамия, девчонки. И она дает мне вместо орехов макадамия семена душицы. Семена. Вот вы можете себе представить? У меня первый раз такая. Сколько делаю заказы на Валберис, у меня вообще впервые такое в жизни. Я говорю, а как так могли вообще перепутать? Я понимаю, что перепутают. Допустим, ты заказываешь килограмм чего-то, а вместо килограмма тебе присылают, например, полкило. Да, они докладывают одну упаковку. Но как могли вместо килограммовой упаковки макадамия тебе присылать семена душицы? Это вообще совершенно разнотипные товары. То есть могла приобрести банка разбитая. Могло все, что угодно прийти. Она говорит, ну вот так вот бывает, что я говорю, ну как такое? Я говорю, это на складе виноваты там, где собирали заказ? Она говорит, да. Я говорю, ну человек, который собирает заказ, он же смотрит вообще, что он собирает. Она уже не может, зная и видя, что килограмм орехов макадамия, то есть пересортица. Я понимаю, если бы пересортица была бы в граммовке, например, вместо килограмма перепутала человек на складе и положил мне вместо килограмма 500 грамм, например. То есть пересорт такой, чисто человеческий фактор. А как можно вместо орехов Макадамия прислать мне семена душицы? Вот такую маленькую упаковочку семян душицы, которые продаются по 10-15 рублей в магазине. Она говорит, ну вот так вот бывает. По штрих-коду вот мне выдают вот это вот выдают. Ну и в итоге мы составляем претензию, то есть ты не можешь отказаться от товара. Представляете, то есть мне если пришло 3 товара, я не знаю, может быть, девчонки неправильно проконсультировали. Кто знает, кто с этим сталкивался, расскажите, может быть, другие узнают. То есть получается, что отказаться я от товара не могу, то есть от одного товара. Даже так как у меня в заказе было 3 товара, причем даже если товар оформлен не в одном чеке, то есть ты не сразу кидала все это в корзину, оплачивала, даже если ты разными чеками это разбивала, но если у тебя все пришло в 1 поставку, от одного товара, ну, по крайней мере, как мне там объяснили, ты отказаться не можешь. То есть мне либо от всего нужно было отказываться, либо мне нужно было все якобы забирать, и потом уже составлять претензию в течение... Эту претензию в течение 7 дней рассматривают, и мне должны, там, после рассмотрения, я должна товар вернуть обратно. То есть я его забираю, товар, я забираю эти семена, мы составляем претензию, я через телефон в личном кабинете Валдбереса составляю претензию, потом, значит, я голодная уже, если честно, плохо соображать уже начинаю, потом эту претензию мне рассматривают, и если одобряют они мне, я привожу товар, и они оформляют возврат на складе. Вы представляете, какой геморрой вот так вот для покупателя, для обычного потребителя? То есть я жду 7 дней, пока они рассмотрят заявку, я не имею права на складе отказаться от товара, вот, и не имею права отказаться от товара, я должна его обязательно забрать, то есть, ну, вообще какой-то бред, то есть мне пришел изначально уже товар, ну, не тот, он не соответствует тому, который я заказывала, почему я должна его забирать, составлять заявку, почему я на месте не могу отказаться, понимаете? Вот, может быть, я не знаю, может быть, можно, но как бы об этом не знает сотрудник Валдбереса, вот тот, который у нас здесь, в местном пункте. Вот, и в итоге, говорю, как так вообще могло получиться? То есть, ну, ладно, человек, который собирает этот заказ, он перепутал граммовку, ладно, там еще что-то, вместо орехов макадамия прислали орехи, там, килограмм орехов миндаля, например, ну, человек не разбирается в макадамии в орехи, ну, как можно было вместо орехов прислать семена? Я вот, значит, стою, не ухожу, девчонки, то есть она мне сама, мы сделали фотки, мы составили уже претензию, то есть заявку на возврат, вот, она мне сама все сделала, то есть сама фотки сделала, сама видео сделала, все сама она мне сделала. Я не ухожу, то есть стою и оставляю отзыв на сайте продавца, что вместо мне килограмма орехов положили семена, вот, что я понимаю, что это не ваша ошибка, ну, как вообще можно было такое перепутать на складе? И она мне, я говорю, точно вы, точно, там моих орехов в макадамии нету, может быть, вы посмотрите, она говорит, нет, точно нету, потому что на каждом, на каждой упаковке есть вот такой вот скрин, штрикод, и она говорит, мы выдаем, по штрикоду, то есть ваш, ну, штрикод вашего товара, оно соответствует действительности, вот, но она потом говорит, подождите, хорошо я там стояла, я, говорю, начала уже составлять заявку на сайт производителя, ну, там, где я покупала, отзыв поставить, что это вообще какой-то, ну, трэш какой-то, прислать семена, как так можно было вообще перепутать, и в итоге она говорит, подождите, и рылась, и рылась, и рылась она на складе, и она говорит, нам пришло два товара с одинаковыми штрикодами, причем на одном даже не было штрикода, не было стикера, они не наклеили, вот опять же, я думаю, вот эти стикеры, кто клеит, это клеют там на складе стикеры, или здесь девчонки клеют, когда получают товар, и, короче, у меня была, были запечатаны орехи, макадамия, в пакете, такой, знаете, напоминает пакеты, пакеты из Почты России, и там было вручную написано штрикод, вручную написано штрикод, вот интересно, кто эти штрикоды клеит, надо узнать, это когда сюда приходит товар, они сами наклеивают штрикоды, или там, вроде бы она мне сказала, что там наклеивают штрикоды, прямо на самом этом, на самом складе отгрузки, ну, короче, как-то так, девчонки, то есть, если у вас будет такой случай, что вам приходит что-то несоответствующее заявленному, обязательно девчонок попросить, чтобы они посмотрели с одинаковым штрикодом, или нет ли с таким же штрикодом еще второго товара, вот, и она говорит, вообще, по идее, мы должны такое отправлять обратно, мы должны сразу отправлять обратно, но опять же, вот как должны они отправлять обратно, они должны посмотреть товар со штрикодом, два одинаковых штрикода, то есть товары с одинаковым штрих-кодом они должны посмотреть сверить это с компьютером да и потом уже понять да что один килограмм орехов это ну не маленький пакетик семенами то есть по идее не должны отправлять обратно ну короче как то так вот это еще тоже я так понимаю зависит от работников от сотрудников но я просто на взводе сейчас еще голодная просто злая не могу него это и вот вот так вот понимаете то есть я так понимаю что это еще зависит от рабой от сотрудников волдырь из потому что по идее когда им приходит товар и приходит товар с одинаковыми с двумя одинаковыми штрих-кодами два разных товара с одинаковым штрих-кодами и должны сверить с программой с компьютерные посмотреть вообще что соответствует ну по весу там я не знаю даже если упаковка закрыта по весу чтобы это могло быть такое если то орехи ну естественно это не может быть пакетик весом там в один грамм семена так что такие ну слава богу все разрешилось потому что никогда такой не было истории ну вот будет возможность есть вам возможность рассказать и вы в следующий раз будете умнее и попросите посмотреть сотрудника еще подобный товар какой-нибудь одинаковым штрих-кодом как-то так ладно побежала немножечко покажу линьева нашего то я что-то все в бегах по из магазина в магазин и не не показываю вам вообще ничего полет нормально кстати с вождением быстро я приспособилась то есть мне нужно просто мышечная память она есть мышечная память реально если ты хоть раз научился кататься на велосипеде ты это никогда не забудешь потому что тебя через какое-то время срабатывает мышечная память а у нас очень много самолетов летает завтра еще будет больше потому что парад самолеты будут лететь я так предполагаю за энгельс там москву или куда они там летят вот так что это машина так гудит так вообще знаете так страшно потому что ты реально привыкаешь к будет у меня что-то из машины не в порядке потому что у меня будет как реактивный самолет что-то надо менять прям гул такой я слышу тут гул я прям вовремя поменяла вовремя если бы меняла бы два года назад то было конечно круче вот а так как я выкупила киа соло папа недавно смотрела обзор машины на киа соло и там что-то обзору по-моему то ли два года было то ли четыре года было и ну короче а два года или четыре ну короче мая макия соло стоила на тот момент самая высокая комплектация самая маленькая помог комплектация что-то 800 чем-то а самая хорошая там миллион чем-то ну просто представляете разница я так-то не вовремя купила можно было бы и пораньше купить машину чтобы взять киа соло идет за дешево сейчас они стоят два с половиной миллиона то есть машина увеличилась просто на полтора миллиона так ладно все убираю телефон